В Санкт-Петербурге подвели итоги Всероссийского конкурса детских художественных работ, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В творческом состязании на тему «Спасибо деду за победу» организованном Министерством культуры Российской Федерации участвовали юные художники в возрасте 10-15 лет со всех субъектов нашей страны. В ходе конкурсного отбора в числе лучших оказались и работы воспитанницы Каспийской художественной школы. Абакарова Карина соприкасается с искусством каждый день уже на протяжении трех лет. Именно столько времени девочка обучается в художественной школе. Подвиг народа в Великой Отечественной войне отразила вот на этих картинах. К примеру, произведение «Выдача хлеба только по карточкам» наглядно демонстрирует тяготы и лишения в военные годы. Очень нас хвалили и удивлялись тому, что дети могут так почувствовать то, что происходило в те годы, когда сами они видели это только-только в книгах, читали только, видели только на экране телевизоров и по рассказу дедушек-бабушек. Работы девочки тронули судейскую коллегию, после чего Карина получила приглашение в Санкт-Петербург, где еще 20 юных художников имели возможность познакомиться с памятниками воинской славы города-герой Ленинграда. Посетили уникальные объекты культурного наследия Санкт-Петербурга, а приобрести новые творческие навыки смогли посредством мастер-класса знаменитой художницы Анны Векслер. Также мы катались по речкам, по реке, в фонтанке, по каналам, на лодочке. Все видели с воды, было очень классно. Я посчастливилась поучаствовать в такой акции мастер-класса, давала замечательный художник Петербурга Анна Векслер. Она занимается коллажем, и личная ее работа – это гобелин. Ну вот Карина сделала там на мастер-классе открытку, которую мы тут же подарили там же ветеранам. Педагог, сопровождающий юную художницу, от поездки также осталась под большим впечатлением. Тамила Ахмедовна отмечает, что в этом году на конкурс поступило свыше 600 работ из всех 85 субъектов Российской Федерации. И для нас большая честь, что экспертная жюри, объединившая ведущих специалистов в сфере художественного образования, выбрала именно нас в числе фаворитов. Со всей республики мы представляли всю республику вдвоем. Одна Карина и я как сопровождающая. И это большая честь для нас, что так выбрали нас, представляли лицо Балитагестана. Уже летом воспитанников детской художественной школы ожидают международные всероссийские пленеры в Карелии, Новочеркасске и во Владимире, где ребята смогут вновь проявить свои творческие способности и на примере нашей героини стать лучшими среди сотен других юных художников. Шахнабад Кулиева, Шамиль Гусейнов, Новости Каспи-ТВ.